Я очень рад, и я думаю, что наши болельщики, руководство все рады, что мы с такого тяжелейшего выезда прямого нашего конкурента везем победу. Поэтому нам было нелегко, мы готовились к тяжелому матчу, мы давно уже не играли на зеленых полях, и когда сюда вчера приехали на тренировку, после 16-часовой дороги добирались сюда, поехали сразу на поле, и то, что мы здесь увидели, это, конечно, издевательство над полем, потому что это огороды, нельзя в такой погоде содержать так поле. Это хорошо, его перед игрой полили просто, и оно более-менее стало, хотя бы мячик скользит. При такой погоде иметь такое поле, я разговаривал с инспектором, они тоже удивились, и заставили полить поле водой. Но нельзя так. Лучше постелите синтетику, не хотите ухаживать за полями, постелите синтетику, чтобы ваши футболисты хотя бы не мучились. Ладно, про нас-то не важно говорить. По игре сложная игра, в каких-то моментах факел имел преимущество, но мы практически, в горевых моментах практически не дали. Были подходы неплохие у факела, но то, что мы забили, это футбол, это футбол и великолепные голы. Я думаю, что мы, наверное, заслужили эту победу. Андрей Владимирович, показалось, что вы хозяев, как открытую книгу, прочитали сегодня. То есть, на что именно вы обращали внимание при подготовке игры? Ну, вы знаете, мы же всех смотрим, соперников. Всех изучаем и пытаемся найти слабые стороны у любой команды, так как и против нас все готовятся. Ну, вот, конечно же, есть моменты в любой команде, где есть слабые стороны. И мы, не знаю, нашли, не нашли, но мы пытаемся играть в футбол. Мы не приезжаем за одним очком. Если бы мы стояли бы и отбивались бы, это да. Мы стараемся играть в футбол и стараемся победить. Поэтому, я думаю, что та команда, которая это очень хочет, очень хочет, то она добивается этого. И, конечно же, исполнительское мастерство некоторых наших футболистов способствовало сегодня результату 3-0. У нас были неплохие моменты, еще были подходы хорошие, так же, как и у факела. Но это футбол. Зайду с другой стороны. В каких компонентах вы сильнее хозяев будете? Сильнее? Да. Наверное, в реализации моментов. В создании и реализации моментов мы оказались сильнее. Плюс исполнительское мастерство, повторю, наших футболистов при завершении комбинации атак оказались сильнее. Но это ни в коей мере не умаляет достоинств футболистов факела. Они тоже готовились, старались. Но, понимаете, есть такие дни, когда ты пропускаешь много, а ничего не забиваешь. Стоит у вас задача в стыке? Задачи у нас нет. Мы играем от игре к игре. То есть за 8-е место вас никто не будет ругать? 8-е? Ругать. Если вы вдруг попадете в высшую лигу, у вас без проблем состоится переход? Это уже вопрос не ко мне. Мы не будем отворачиваться и не будем уходить в сторону. Мы будем играть, как сегодня. Стараться играть на победу, и это уже не мои проблемы. Но не могут возникнуть? У меня? Нет. У команды. Какие проблемы? Ну, то есть, если вы выходите, а вам... Проблемы есть у всех. Посмотрите, проблемы есть у всех. У Томска, который... Каждый раз туда лезет, и каждый раз нет денег одно, другое и третье. Везде есть сейчас проблемы. Поэтому проблемы будут решаться по мере их поступления. Мы будем играть, будем стараться выиграть в каждом матче. Это наша задача, а это спорт. Честный спорт. Еще вопрос. Андрей Валерьевич, подопечные Павла Пантелеича, будете вы чем-то удивили вас сегодня? Ну, кроме технических поля, технических подкатали, наверное, на табло. Нет. Хорошая команда. И, подождите, они по делу и Шинник обыграли, и Кубань здесь вырвала нищего. Я хочу, сами понимаете, из-за чего, и вы видели прекрасно из-за чего. Поэтому это одна из сильнейших команд лиги. Поэтому просто, как вам сказать, ты играешь, как дает тебе соперник, как позволяет соперник. Допустим, сегодня в каких-то моментах мы не давали играть. Мешали, не давали играть факелу. Отсюда и игра факела. Но при этом, повторюсь, что все предыдущие игры, которые я видел, команда была сильнее. Поэтому не надо сейчас сразу посыпать голову пеплом и говорить, что факел не находится там, где он сейчас был. Обыграя сейчас факел, он был бы в зоне стыков, как и мы сейчас. Понимаете? То есть сейчас одно-два очка, ты или назад, или вперед. Поэтому факел отличная команда. И то, что я и говорю, то, что они находятся рядом с нами, и все идут сейчас ровно, это показатель уровня команды. Поэтому все одинаковые. Да, есть Тосно, есть Динамо, которые решили свою задачу. А остальные команды, там 7-8 команд, остальные все одинаковые. До начала матча согласились бы на матчу? Ну, знаете, когда, повторюсь, что ты летишь, добираешься 16 часов и тренируешься в 9 вечера, прям с самолета. Понимаете, когда вы 6 часов сидите, ждете пересадку в Москве, это не добавляет, наверное, эмоций и сил футболистам. Но поэтому я очень сильно благодарен нашим футболистам, которые выдержали и показали довольно-таки неплохую игру. Конечно же, в голове это есть. Любая команда, которая сейчас приезжает на выезд, она думает, чтобы не проиграть, как минимум. А если получится, и выиграть. Поэтому все об этом думают. Мы все нормальные люди. У нас нет месси здесь, футболистов, а Роналду. Все одинаковые. Дмитрий Олегович, в этом сезоне вы понимаете, что с командой. А в будущем сезоне вы останетесь по-прежнему не с семьей? Пока есть какие-то предложения? У меня ничего нет. Я работаю от игры к игре. То, что будет дальше, никто ничего не знает. Что бы я сейчас ни говорил, все будет воспринято как оправдание. Оправдание. Это не оправдание, это констатация факта. К великому сожалению, бывают такие игры у каждой команды. Случаются такие игры, что, как говорят, не наш день. То, что команда не хотела, у меня язык не повернется. То, что хотели ребята, настраивались. И начало матча, в принципе, ничего не предвещало такого удручающего результата. Удручающего результата. До момента первого мяча мы владели инициативой. Все, в принципе, у АС Кенесея ничего и близко не было. И та ошибка, которая, несчастье, то, которое произошло, забитый мяч в свои вороты, конечно, повлиял сильно на ход игры. Они и так играли. Инисей вторым номером отходили назад при потере мяча. И вскрывать такую оборону сложно, конечно, все. Но, тем не менее, старались. Ребята старались. Ну, третий мяч – это исполнительское мастерство игрока. Великолепно исполнил все тут. Вообще вопросов никаких нет. И проигрывают и нужны. Второй тайм уже вышли. Пытались что-то сделать. Но они еще больше закрылись. В принципе, за результаты стыдно. За результаты то, что мы, скажем так, прямого конкурента в борьбе. Но сейчас ситуация, я не знаю всех результатов, но ситуация и так была плотная в турнирной таблице. А сейчас, наверное, еще больше уплотнилась. Я так, с учетом календаря. Но, в принципе, мы, я считаю, что на данном этапе, да, мы проиграли. И, скажем так, одно место практически, наверное, ЕНСей за собой уже в стыковых играх зарезервирует. С учетом календаря, с учетом того, того, очкового, набора очковых. Но я считаю, что все-таки борьба будет идти до последних туров. И надеясь на то, что, и уверен на то, что мы будем стараться биться и играть до конца, до последнего тура. Сегодня сложилось такое впечатление, что один из самых оборонительных вариантов состава на поле вышел. Чистых пять защитников плюс два с половиной из Хауф, Трошечкин, Нагибин и Лукьянов отчасти нацелены на оборону. Это сознательно было, чтобы отдать территорию, да? Ну, с учетом того, что мы изучали соперников всегда перед каждой игрой. И с учетом того, что впереди у них впереди и фланговые игроки. Впереди Самодин и Козлов, скажем так, фактурные, скоростные ребята. Плюс два очень быстрых фланговых игрока. Как таковой у них справа играл, где-то до середины второго тайма, Саркисов. Он сам по своему амплуа нападающий. Здесь связка Камеш и крайнего защитника у них играл Алиев. Это тоже полузащитник атакующего плана. И поэтому мы учитывали эти, скажем так, специфику их игры. И приняли решение, что здесь мы должны перекрыть фланги, закрыть вот именно быстрых фланговых игроков, дабы лишить возможности доставки мяча нам достаточно квалифицированных и быстрых форвардов впереди у них. И в принципе ничего не предвещало, но несчастье, которое произошло, я уже сказал об этом, да. Мяч в свои ворота, все немножко, все это, и психологически подействовал, все, ну, с этим связано было. И второй момент в плане атакующих действий, но я буду сейчас говорить о том, что мы дома играли в одного форварда. Мы играли в одного номинально чистого форварда, да, но задание было при развитии атаки. У нас должны были очень активно на флангах сыграть, и с учетом того, что, допустим, Алиев, не, не, это здесь должен очень активно был сыграть Укьянов у нас на правом фланге, да. Там за счет того, что Чичерин, у них крайнего защитника играет, габаритный парень, под него мы рассчитывали, что более продуктивно сыграет Ваня Соловьев, скоростные качества его и дриблинг использовать. Ну, если правый фланг как-то у нас работал, здесь связка Лукьянов-Тихий в плане атакующих действий, то там только Миша Багаевну и концовки не хватало, вот именно в передачах, нацелленной передачи. С этим план так вот был. А почему, когда уже стало все понятно после первого тайма, почему Каюмов не вышел в начале второго тайма, что хоть какая-то мысль на боли была, которой вот не хватало? Ну, Каюмов не совсем удачно сыграл игру, скажем так, в Тюмени, все, меня не устраивал объем его, именно двигательной активности, все, поэтому и тут силовой борьбы много, а он не силен в этом, да. Все, поэтому немножко позже, надеясь на то, что когда команда подустанет, уже подустанет. Ну, счет не в нашу пользу, и они закрылись, они уже чисто играли, понятно, введя после первого тайма 3-0, они играли чисто по счету, закрылись и уповали на быстрой атаке только. Ну, по этому поводу я на предыдущей пресс-конференции говорил об этом, я говорил об этом все. Газон никакой критики не выдерживает, мяч дробит, жестко, и то, что там начали, это уже ребята сказали, начали его поливать перед игрой, все это, на таком поле созидать очень сложно, очень сложно. Никакой, еще раз повторяю, никакой критики не выдерживает. Понятно, что стадион не наш, понятно это все, но хотя бы элементарно, уважительно нужно относиться к команде, да, к тем болельщикам, которые приходят. Опять же, многие сейчас будут расценивать, что я сейчас и газон плохой, и все плохое. Ну, вы спросили, я отвечаю, если мы платим за это арендную плату, да, то мы должны получить качественный продукт, да, так же, как и болельщик пришел, он заплатил деньги, он хочет увидеть хороший футбол, хороший футбол. Мы проиграли, значит, мы некачественно сработали, да, мы виноваты, не снимаем себя ни в коем случае ответственности. Ну, те люди, которые получают, мы платим аренду за это, да, они должны подготовить, чтобы был футбол, да, а когда мяч дробит, когда мяч, это немножко другое, совсем другое, да, и нервозность, и болельщики, допустим, в ситуациях, когда смотришь, вроде бы как, ну, видно, что передача должна туда пойти, она в сторону идет. Потому что мелочи, которые болельщик не замечает, не замечает, да, это может профессионал заметить, что чуть-чуть мяч подскочил, а уже движение пошло, и сложно уже переориентироваться, поэтому и вот брак такой в передачах. Поэтому мнение моего коллеги, да, я целикою полностью с ним согласен. И я говорил на прошлой пресс-конференции то же самое, но я думал, что-то изменится, но потом, ну, и близко ничего не изменилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова